Хорошо. Тема нашего сегодняшнего семинара – адаптация, доработка типовых конфигураций на платформе местоприятий. Ну, пока вас не так много, я вижу большинство всех моих слушателей, которые со мной занимаются на группах по дипломным программам. Поэтому коротко представлюсь, и мы с вами поговорим вообще о проблематике. Зовут меня Гусев Дмитрий Альбертович. Занимаюсь преподаванием в сфере 1С. Помимо этого, также занимаюсь проектами, занимаюсь разработкой, внедрением системы на платформу 1С и не только. Итак, тема нашего семинара, которая посвящена, я что хочу за час 30, может быть, даже где-то чуть поменьше, рассказать про теми проблемами, с теми ситуациями, которые сталкиваются специалисты-разработчики 1С во время разработки решений, во время доработки. Ну, вообще, коротко хочу сказать, что, безусловно, если посмотреть на то, как развивается программист 1С, вне зависимости, там, в компанию интегратор он сразу попал, либо он где-то выполняет какие-то проекты, да, у заказчика. Ну, то есть мы в целом всех специалистов 1С, мы, я имею в виду, как от лица компании 1С, да, разделяем наших специалистов на три таких больших направления. Первое – это специалисты 1С, которые занимаются внедрением от имени компании интегратора, то есть это в компании франчайзи, да, вот, ну, разные компании франчайзи, которые именно специализируются на внедрении, доработке и адаптации системы платформы 1С. Второе разделение – это, собственно, да, добрый вечер, здравствуйте. Второе – это специалисты, которые работают у заказчика, да, то есть, ну, работают в компании, которая, естественно, не занимается внедрением, да, это может быть производство, торговая, серый услуг, да, абсолютно любая компания. То есть там специалист, наверное, я так скажу, по своему опыту, менее загружен с точки зрения вот таких быстрых задач, разных задач, которые приходят, приходят, потому что, как бы, компания одна, его задача больше сопровождение, поддержка, ну, либо там развитие функционала текущей конфигурации. Вот, ну, и третье, наверное, группа программистов, группа разработчиков 1С – это, собственно, сама компания 1С и разработчики, специалисты, которые работают в самой компании 1С. По нашему семинару, да, задумка его следующая, ну, кто как знает, кто, может быть, не знает, в учебном центре специалистов есть большая программа по подготовке программистов, разработчиков 1С. В свое время я практически 10 лет назад также прошел эту дипломную программу, после чего, собственно, она довольно сильно мне помогла для базового старта развития, да, направления, связанные с 1С, с ее спецификой, да, и с ее изучением. Постарался, да, ну, так как я вижу, что очень много подключаются слушателей, которые, зарегистрированные слушатели, которые со мной уже вместе проходят, да, я все-таки постараюсь сейчас дать практическую часть, то, что мы и со слушателем с нашим не проходим, да, какие-то определенные такие вещи, тонкости, которые, возможно, вам понадобятся в разработке, чтобы вы могли, как квалифицированные эксперты в области 1С, эту практику дальше применять. Поэтому, что мы с вами здесь посмотрим? Мы с вами посмотрим, с какими вообще проблематиками встречаются специалисты 1С, которые занимаются разработкой программ на платформе 1С. Попробуем обновиться, да, посмотрим, как, с чем может столкнуться специалист 1С, ну, и также попробуем поработать с разработкой, да, выполнять тестовые примеры, тестовые кейсы, которые нам потребуются в разработке. Ну, а для тех слушателей, которые только сомневаются, да, либо даже по-другому перефрансируют, те, которые находятся в поисках, да, стоит идти, не стоит идти в разработку 1С, то от себя могу, конечно, сказать, что, если мы сейчас не говорим, я не агитирую за какой-то там курс конкретный, да, агитирую, что, на мой взгляд, в принципе, профессия разработчика 1С – это хороший выбор, довольно-таки успешный выбор. На текущий момент, как мы видим, потребность в разработчиках 1С доходит до максимального предела, да, то есть по сравнению с другими специалистами, с другими разработчиками спрос на рынке, да, превышает предложение, вот, поэтому это, это хорошо. Хорошо. Итак, давайте построим с вами следующим образом. Я сейчас буду меньше говорить про какие-то организационные моменты, да, мы про них с вами будем говорить в течение самого курса, да, если будут вопросы вообще, что за курсы, как они выстроены, вы прям можете мне их сдавать. А я потихоньку буду показывать, демонстрировать, да, прямо у нас сегодня такой онлайн-вечер, можете задавать вопросы, как так сделать, как это, и мы, в принципе, стараемся с вами все эти вопросы решить, никаких проблем я в этом не вижу. Ну, давайте с вами представим, что в нашем демонстрационном семинаре мы рассматриваем с вами практически кейс, он связан с тем, что мы как программист 1С пришли в компанию, занимаемся ее обслуживанием, да, то есть либо интеграторы, опять же, да, либо работаем на стороне клиента, и у нас с вами задача доработать конфигурацию. Я выбрал такую конфигурацию, как 1С клиент Edo, вот, выбрал я ее по той простой причине, она не совсем большая, да, чтобы мы не сидели и там 5-7 минут не ждали, пока конфигурация обновится, я выбрал специально небольшую конфигурацию, которую можно обновлять, которую можно будет дорабатывать с разными вариантами, с разными решениями и задачи. Давайте сейчас я... У меня некая заготовка есть, ну, во-первых, давайте с вами напомню, да, я надеюсь, что все вы уже знаете, а те, кто не знает, я с удовольствием повторю, как мы создаем нашу информационную базу, вот, информационную базу у нас мы запускаем на рабочем ярлыке, на рабочем стадии ярлычок 1С, вот, у нас с вами есть... Создание каталога, да, который система позволяет нам, который требуется от нас выбрать, и после чего, если есть шаблон, шаблон конфигурации, да, мы создаем нашу информационную базу. Сама информационная база хранится в определенном каталоге, опять же, мы рассматриваем с вами сейчас файловый вариант, напомню, для тех, кто... Для кого интересует клиентированный вариант, я тоже его на определенных курсах показываю, да, там, с точки зрения разработки у нас ничего не меняется, платформа 1С выставлена таким образом, чтобы разработка у нас ни в коем случае никак не была связана с клиентированной, либо не клиентированной типом, да, выбора сервера, вот, поэтому, что в файловом варианте, что в клиентированном, компиляция программного кода и реализация данного программного кода, она абсолютно одинаковая. Напомню про ключевые моменты, с чем мы должны с вами познакомиться, вот, представьте, да, мы пришли в конфигурацию, пришли в организацию, и в организации нам первое, что нужно изучить, безусловно, это парк тех приложений, с которыми мы с вами познакомились, да, то есть, вот, там, у кого-то куплена бухгалтерия, у кого-то там торговля, у кого-то, возможно, ERP, да, либо управление холдингом, и мы начинаем с вами с того, что, во-первых, смотрим, доработанная конфигурация, недоработанная конфигурация, да, какие у нее есть изменения. Давайте сразу сделаю следующим образом, сейчас, одну секунду, я быстренько создам еще одну базу. Так, клиенты до, демонстрационная база. Тоже ее запущу, а мы с вами попытаемся первым взглядом, так сказать, посмотреть и увидеть, в чем отличие двух этих конфигураций вот так на вид. То есть, я сейчас с вами запускаю две одинаковые конфигурации, давайте я даже сделаю вот так. А вы попробуйте мне подсказать, что вы видите здесь и в чем отличие. Да, давайте сейчас пока отвечу. Александр, смотрите, но здесь, давайте так перефразирую, здесь сейчас вам присылали какие-то доступы по удаленному рабочему столу или что-то такое? Насколько я знаю, наверное, ничего вам не присылали, это открытый семинар. Вот, да, мы можем с вами поступить следующим образом, да, для слушателей, ну, я, собственно, вас знаю, да, Александр, и вас, Максим, да и других, кто со мной занимается. Если вот интересна эта выгрузка, мы с вами, завтра у нас будет занятие, и я вам эту выгрузку предоставлю, не проблема. Вот, поэтому сейчас вы можете просто смотреть, в принципе, данный код можно повторить абсолютно любой другой конфигурации, да, которую мы будем показывать здесь. Поэтому, да, да, Татьяна, спасибо, сейчас мы как раз к этому вернемся. Вот, поэтому по поводу базы, если нужно, то там предоставлю выгрузку, никаких проблем нет, и завтра там в нашей сетевой папке заберете. Здесь сейчас семинар такой произвольный, его задача, собственно, там, ну, базу не забрать, потому что сама база, она никакого значения не имеет, и ценности, да, а именно посмотреть вот эти примеры доработки. А так мы с вами завтра, если нужно, еще раз можем пробежаться спокойно, да, по этим вещам, и по базе, если что, могу также прокомментировать, никаких проблем нет. Да, абсолютно правильно, я вижу ваши ответы. У нас действительно сейчас, вот давайте я немножко сформулирую некую формировку, чтобы у вас терминология правильная, да, говорилось. Первый стоит на поддержке, да, то есть вот согласен, можно так сказать, что вот мы видим, что действительно, вот если так первым взглядом посмотреть, вот информация о программе нам ничего не говорит. Мы видим там какой-то там клиент, да, какая-то там лицензия выдала, нам это неинтересно, смотрим там версию, свойства, тоже никаких изменений мы с вами здесь не видим. Но, но, мы видим вот такой значок, вот такой значок, в одном случае объект ПСЧК не редактируется, в другом объект ПСЧК не редактируется. И, собственно, как правильно, да, вообще, какая правильная терминология, что происходит, да, и в чем отличие, да, вот Татьяна правильно говорит, одна полностью на поддержке, другая снята. Это, на самом деле, давайте выровняемся по правильности терминологии, да, чтобы вы всегда знали, как правильно сказать. Она не снята с поддержки, да, то есть термин снятия с поддержки, он такой более серьезен, а включена возможность изменений, да, вот если кто-то вас будет спрашивать, там на собеседовании, неважно, вот, то можно снять полностью поддержки, можно вообще отказаться от поддержки, да, это отдельно есть кнопочка снять с поддержки, мы сейчас с вами до нее дойдем, а сейчас мы видим с вами, что конфигурация, в одной конфигурации включена возможность изменений, и это можно сразу увидеть по дереву конфигурации, да, вот, поэтому вот здесь мы видим замок. Это означает, что если на дерево конфигурации включен данный замок, то и объекты, находящиеся внутри, вот это правильно называется дерево метаданных. Общая константа это конкретные метаданные. Почему метаданные? Вот номенклатура как стол, либо контрагент как ромашка, это наши данные. А данные у нас хранятся в таблицах, а таблицы у нас разрабатываются и создаются на сущностях как метаданные. Поэтому можно по-разному говорить. Дерево метаданных, структура конфигурации. Тут уже нет такого точного словаря, но тем не менее каждый программист в основном по-своему описывает. Здесь никаких нареканий нет. Стандартный вариант, что мы видим с вами некую структуру, дерево конфигурации и видим, что тоже объекты у нас сейчас поставщиком не редактируются. А вот здесь предположим, давайте мы с вами посмотрим и увидим, что справочник контрагента, справочники контрагента, наводим объект поставщика и редактируют сохранение поддержки. А кто мне вообще скажет? Давайте по-простому задам вопрос. А хорошо ли это или плохо? Мы зашли в контрагент, первая наша реакция. Вам говорят, ну слушай, что-то там было, не знаю, кто-то нас там сопровождал, непонятно кто. Посмотри, скажи какое-то свое мнение вообще. Вы начинаете анализировать структуру. Ну вообще, с чего начнете? Вопрос, потому что я вижу, многие все-таки 1С уже занимаются. С чего начнете свое первое? Перед нами конфигурация. На какие моменты будете смотреть? На какие моменты проблематично при обновлении? Согласен. Но пока сложно сказать. Вот нам сейчас сложно сказать, что тут с обновлением, потому что мы с вами еще ничего не сравнивали. Мы пока просто просматриваем и видим, что действительно что-то там изменено, но структуру не смотрели. Но в целом, в целом, конечно, вот эта терминология, ой, проблематично с обновлениями, действительно, что взяли, доработали, может возникнуть проблему. Но давайте мы сразу с вами вырвемся в терминологии. И в такой момент я проговорю, что если конфигурация включена, если в конфигурации включена возможность изменения, но при этом в конфигурации добавлены новые объекты, то есть мы добавили новый справочник, новую подсистему, то такая операция, как добавление новых объектов, она с точки зрения обновления является хорошей операцией. Потому что никаких проблем при обновлении мы с вами не столкнемся, так как это наши объекты, мы их сами добавили, поставщик о них ничего не знает. И в связи с этим каких-то сложностей, которые вот так на первый взгляд могут у нас появиться в обновлении, мы не столкнемся с ними. Но тем не менее согласен, что не совсем хорошо, но что же разобраться. Знаете, часто бывают примеры, смотришь на конфигурацию, много-много снята с поддержки, снята с поддержки, снята с поддержки, а внутрь залазишь, а изменений никаких нет. Ну и собственно, понятно, историю умалчивает, кто и зачем так занимался, да, снятием с поддержки, но тем не менее, пока сложно сказать, глубина, да, мы пока смотрим, как сказать, первичный осмотр, да, у врача, когда мы стоим и просто смотрим вообще, с чем мы столкнулись. А вот кто как думает, может быть, кто-то мне подскажет, да, кто уже знает, там, с платформой DNS работает. Вот представьте, да, мы с вами работаем с большой конфигурацией и таких справочников, документов, регистров. Посмотрите, это на самом деле очень маленькая конфигурация, да, называется клиент IDO, вот, она требуется для обмена электронными документами, то есть это очень-очень такая маленькая конфигурация, работает и в мобильной версии. Вот если мы с вами посмотрим, да, свойства конфигурации, вот здесь открою, основной режим запуска управляемое приложение, приложение назначения использовано для платформы, вот, тем не менее, наспокойно у нас работает в браузерном варианте, да, вот, даже можно где-то, возможно, адаптировать ее под мобильные решения. Ну, так вот, вопрос мой заключался в следующем, а как вообще посмотреть, так сказать, охват, объем изменений? Не будем же мы с вами по каждому объекту вот так сидеть глазками или ручками выписывать, что, куда изменилось, кто как думает, может, кто-то знает. Такие есть мысли. При обновлении видно. Иконка фильтр. Так, ну, давайте, мы с вами сегодня, у нас практическое занятие в истории. Но смотрите, а история, наверное, Александр, вы говорите про хранилище, да, вот, но сейчас мы с вами, как видим, конфигурация к хранилищу не подключена, да, это тема не нашего, конечно же, курса, тема я прохожу на курсах администрирования, создания хранилища, да, разработка хранилища, да. Но сейчас мы пока не видим, что конфигурация в хранилище. Можно, во-первых, проверить конфигурацию. Мы можем с вами посмотреть хранилище конфигурации. И у нас нет никакого здесь хранилища. Открыть хранилище, оно пустое. Поэтому согласен, в истории мы, конечно, можем посмотреть, но сейчас конфигурация без хранилища. Давайте разберем те ответы, которые вы давали. При обновлении видно. Да, Максим, отличный вопрос. Точнее, отличный ответ. Мы можем с вами сейчас это и сделать. Вот у меня как раз-таки заготова следующая версия. Заодно давайте с вами разберемся при обновлении. И вообще вот этот кейс. Мы с вами не можем четко сказать, что было изменено. И решаем пойти на такой шаг. Безусловно, мы делаем с вами копию. Не забываем. И вообще старайтесь. Вот мой совет. Неважно, какой у вас уровень компетенции. Я надеюсь, что все вы будете очень крутыми экспертами. Никогда не работайте в продуктивной базе. Особенно в конфигураторе. Если в поисковом режиме еще более-менее согласен, чисто посмотреть, что-то посоветовать. А в режиме разработчика, я сейчас не говорю, что у вас одна компания, и там других вариант, одна база и так далее. Но тем не менее, если мы говорим про правильность разработки, мировая тенденция подсказывает нам такие противоречивые для один из термина, что разработчик в продуктивной базе не работает. Конечно, у нас есть в России много исключений. Если одна база, вот вы пришли, у него клиент, одна база, у него один программист. Что значит, программист не работает в боевой базе? Но тем не менее, я говорю к тому, что вам никто не мешает сделать копию спокойно, в копии выполнить какие-то действия и повторить их в тесты. Вот это как определенное правило тоже старайтесь себе запомнить. Итак, мы видим с вами, что действительно мы можем попробовать сейчас обновить нашу конфигурацию. Поддержка, обновить конфигурацию, поиск доступных обновлений. Но у меня уже заготовлены каталоги. И здесь 293.30. Следующая версия, наша 292.39. Конфигурация нам говорит, что действительно у нас есть информация по поставщику. Да, вот она фирма 1С. Нажимаю сами ОК. По поводу иконки фильтр. То, что Татьяна проговорила. Давайте я пока открою другую базу. Да, собственно, наверное, Татьяна имела в виду. Вот здесь есть иконочка действия. И здесь есть, вот он, фильтр по подсистему. Татьяна, вы про него говорили? Но, к сожалению, здесь данный фильтр, он требуется для чего? Он требуется для отбора по конкретным подсистемам. Приведу пример. Вот смотрите. У нас с вами здесь, да, ну, как вы знаете, что есть много разных подсистем. Предположим, продажи. И вот кнопочка действия по подсистемам, она позволяет следующее. Она позволяет нам установить по системе продажи и увидеть, какие объекты в нее включены. Да, но, к сожалению, хотя согласен, было бы очень удобно, если можно было здесь отбирать, какие объекты доработаны. То есть мы с вами сейчас запоминаем, что действие по подсистемам дает отбор только вхождение элементов в нужную подсистему продажи. Да, вот мы видим там торговые предложения, документы, акты, заказ покупателей, некие перечисления. Но по поводу доработки нам данный фильтр не поможет. А мы с вами потихоньку возвращаемся в нашу конфигурацию. У нас происходит сравнение объектов. По поводу галочек. Так, давайте сейчас пока у нас действия по подсистемам. Вы имеете в виду, вот есть галочка, которая, вот здесь все пустое, да, то есть все. Есть вариант, когда мы, вот он, видите, по умолчанию как бы просто берет и по дефолту выставляет, да. Вот, он все равно будет все. Мы можем с вами установить по какой-то конкретной, по системе. Для этого я просто снимаю галочку с головы и уключаю здесь закупки. Установить. Вот он, собственно, фильтр, да. Вот, могу установить по подсистеме двум администрирование сообщения. Вот это, видите, оранжевенькая. Она как бы по умолчанию говорит, что и клиент, и до конфигурации. Вообще это просто не подсистема, а дерево. Вот оно, наше дерево называют, дерево конфигурации, да. Она тоже будет условно у нас участвовать фильтр. Ну, конечно, она будет, потому что она ни к какой-то системе не относится. А так фильтр-то их только два. Либо мы указываем возможность, да, включения. Вот сейчас, видите, все. Либо мы отключаем возможность нашей конфигурации, да, и говорим, что снимаем со всех объектов. То есть вот эта возможность, знаете, как отключить у всех. А потом проставляем всем. Потому что если мы вот так отключим, видите, как-то здесь не совсем корректно. То есть вот таким образом он врат включает. Хотя так тоже можно использовать. В этом был вопрос, да. Я понял, видимость на форме там немножко по-другому, да. Вот немножко коснемся мы сегодня этого вопроса. Но принцип там такой. Либо для конкретной роли, либо для всех ролей. То есть там все равно один из двух приходится выбирать. Так, а мы с вами идем в нашу конфигурацию и видим, что действительно у нас система сравнила конфигурацию поставщика и нашу основную конфигурацию. Кто мне подскажет, какой фильтр можно выставить, либо вообще как сделать. То есть, ну, видите, сейчас система мне вот показывает регистр сведений. Ну, я в них, во-первых, ничего не изменял. Я-то знаю, что у меня был справочник изменен, да, вот, по крайней мере, карандашик. Вот. И по системе в общем я там добавил один модуль. Поэтому сейчас почему-то мне показывает все. Каким-то образом можно ограничить. Может быть, кто-то знает, как это работает. Ну, давайте подскажу. У нас с вами в самом низу, да, есть фильтр. То есть фильтр нам показывает, каким образом мы хотим установить нужный нам отбор. Сейчас фильтр стоит показывать отличия основной и новой конфигурации поставщика от старой конфигурации поставщика. И он показывает отличия, все отличия, которые есть. Также обратите внимание, у нас есть статус по истории объекта. Есть неизмененные, есть измененные, есть неопределенные, есть добавленные, есть удаленные и изменен порядок. То есть сортировка. Если мы с вами выберем вот такой наиболее частый вариант, показать только дважды измененные свойства. Вот здесь, если ничего не показывает, то в рамках обновления никаких проблем мы с вами, мы с вами столкнуться не должны. Почему? Потому что у нас нет сейчас объектов, которые были изменены и в нашей конфигурации, и в конфигурации поставщика. То есть что-то я новое добавил. Здесь я добавил справочник какой-то, там еще добавил общий модуль. Что-то пришло из конфигурации поставщика, но так сказать коллизий, где система говорит, я не знаю, как обновиться, она сейчас нам не выдает. Далее, какие еще есть у нас фильтры при работе с сортировкой. Показать отличия основной и новой конфигурации поставщика от старой конфигурации поставщика. То есть он показывает новую конфигурацию, старую и основные отличия, которые есть. Вот видите, здесь сортировка, то есть здесь не все справочники, а только те, которые отличаются. И плюс также те, которые добавлены. Видите, объект добавлен по сравнению со старой конфигурацией. Также у нас есть статусы по соответствующим объектам. Совпадающие, различающие, неопределенные, в основной, в новой конфигурации. И изменен порядок. Далее, показать отличия основной конфигурации от новой конфигурации поставщика. На данном варианте мы осмотрим те конфигурации, которые только отличаются от основной конфигурации и от конфигурации поставщика. Показать отличия основной конфигурации от старой конфигурации поставщика. Здесь, видите, он показывает, что в нашей конфигурации, старая, это которая до обновления имеется в виду, были изменены контрагенты. Вот я здесь контрагенты добавил и добавил общую модулю и подсистему. Но наиболее часто, как я говорил, это показать отличие дважды измененных. Вот тут сразу проверяете, есть ли какое-то у вас изменение. Поэтому мы с вами решали следующий вопрос. Показать либо те объекты, которые были добавлены, либо изменены. Поэтому мы можем с вами выбрать вот такой вариант. Показать отличие основной конфигурации от старой конфигурации поставщика. И вот увидеть объем наших доработок. Здесь сразу вопрос. Ну что, нам каждый раз придется обновляться, искать изменения, которые связаны с конфигурацией. Мой ответ, конечно же, нет. Можно и по-другому решить данный вопрос. Давайте я вам покажу. Ну то есть здесь дальше мы кнопочку нажимаем выполнить и занимаемся обновлением. Пока мы обновляться не будем. Давайте покажу. Закрою окно сравнения конфигурации. Как же можно посмотреть, не обновляясь, что было изменено. Конфигурация. Поддержка. Обновить конфигурацию. Тут система попытается обновить. То есть это то, что мы с вами еще пытались сделать. Либо выбрать файл обновления. Мы это уже анализировали и смотрели. Настройка поддержки. Здесь мы видим, что, во-первых, вот здесь была у нас кнопочка, если конфигурация находилась на полной поддержке. Мы видим поставщика. Вот видите, кнопочка снять с поддержки. Поэтому вот помните, когда я спрашивал, что мы видим, да, конфигурация снята с поддержкой. Нет, она не снята. В ней включена возможность изменения. А вот снята бы она была, если это данная кнопочка нажата. Вот это очень плохо, когда в типовой конфигурации конфигурация снята с поддержки. Что случится, если нажать? А у нас возникнет проблема с обновлением. То есть смотрите, конфигурация снята с поддержкой через обыкновенный цифрушник, да, то есть файл изменений, уже накатить обновление не сможем. Нам придется с CFE-шником, либо CF-ником сравнить конфигурацию. То есть более сложная процедура обновления. Ее можно и обратно вернуть, да, на поддержку. То есть сравнить с одной и той же конфигурацией CF, поставить обратно. То есть в принципе такая процедура есть. Ну а в целом по нажатию на данной кнопочки у нас мы откажемся от конфигурации. Ну то есть поддержка, да, это, грубо говоря, знаете как, вы звоните в свою компанию, которая вас обслуживает интернет, и говорите, здрасте, у меня не работает интернет. Я вам что отвечаю? Перезагрузите роутер. Вот, говорит, понятно, перезагрузил, но условно они вам оказывают какую-то поддержку. А так вот вы им позвоните, они скажут, что мы вам не оказываем поддержку. У вас свой роутер? Да, конечно, да, встречал. Поэтому вот это функция возможности поддержки. Вопрос тоже появился. Встречали 1С на английском, который ведут. Я встречал и на вьетнамском, и на казахстанском, и на украинском, и на казахском. Только на каких еще языках не встречал, на разных. И полностью на английском встречал конфигурацию. Да, вот, то есть локализация довольно-таки большая, 1С, и разных клиентов, с разными клиентами работал, да, которые, и на китайском, даже на китайском, да, 1С тоже встречал, работают, и никаких проблем нет. Да, программный код на английском полностью компилируется. Можете писать все, что мы с вами проходим, да, на наших курсах, все на английском языке. Итак, у нас с вами, когда мы открываем настройку поддержки, есть такая кнопочка сравнить и объединить. И здесь у нас система пытается сравнить нашу конфигурацию с конфигурацией поставщика. Вот у нас, собственно, тот вариант, про который я вам говорил ранее. Тут ли мы и можем посмотреть, насколько конфигурация у нас добавлена. Насколько конфигурация у нас доработана, да, и насколько она видоизменена. И вот мы видим, что у нас с вами добавили новую подсистему. Свойства какие-то были изменены. Мы сейчас с вами это все повторим в нашей конфигурации. Реквизит был добавлен. Добавляем форма изменена. И добавим новый справочник. Так, хорошо. То есть вот мы с вами произвели первичный анализ, по которому установили, да, что конкретно было у нас изменено. Естественно, вы на этом можете не остановиться. Дальше и более правильно понять, а для чего это было изменено, да, какие задачи преследовались при его изменении, чтобы вы смогли поддерживать данный код, а не переписывать его заново, да, за другим программистом. Но, тем не менее, основную задачу мы с вами выполнили. Хорошо. Есть ли какие-то вопросы по первому нашему небольшому шагу, когда мы с вами увидели доработанную конфигурацию и задали себе вопросом, как же проанализировать, насколько она изменена? Изменена. Если вопросов нет, давайте мы пойдем чуть дальше. Значит, следующий наш будет небольшой кейс. Теперь у нас с вами, я закрою это окошко, это моя конфигурация в виде песочницы. Вот у нас абсолютно типовая конфигурация. Ну и давайте с вами представим следующее небольшое техническое задание, в рамках которого от нас попросили следующее. Нужно реализовать у справочника контрагента еще дополнительное поле, в котором специалисты, да, либо в котором пользователи смогут указывать некую текстовую информацию. К примеру, как поле комментарий. Оно уже в системе есть, оно их не устраивает, да, им нужно дополнительное второе поле. Пока идем от простых типов, конечно, на своих курсах мы разбираем все типы, которые только могут быть. Сейчас у нас такой небольшой сквозной кейс по доработке типовой конфигурации, по тому, что мы с вами проходили. Итак, кто мне подскажет, с чего начнем? Добавим реквизит тип строка. Да, Александра, смотрите, тут может быть следующая проблема. Мы идем с вами в справочник контрагента. Я попытаюсь сейчас добавить какой-нибудь объект. И у меня поле не активно. Видите? Добавить нельзя. Так, верно. Мы просто с вами на курсах, да, мы же с вами не занимались доработкой типовых конфигураций. Мы с вами создавали свою, да, мы на курсах идем, разрабатываем свою конфигурацию. А здесь вот такой кейс со звездочкой, да, расширение. Ну, тоже согласен, вот. Вот, ну, расширение мы, как таковое, в рамках сегодняшнего курса не будем, да, рассматривать вообще отдельно тема, но немножко их коснемся. Пока идем так по-простому, да, по тому, как нам добавить реквизит. Безусловно, когда вы видите вот такую ситуацию, что конфигурация у вас, поставщик находится на редактировании, ничего вы здесь не сможете, пока не изменен или не будет снят с поддержки данный объект. Точнее, не снят с поддержки, а включена возможность изменения. Помните, мы в самом начале с вами об этом говорили, все верно. Поэтому, идем, конфигурация, поддержка, настройка поддержки. И вот мы с вами видим, что у нас сейчас снять с поддержки мы не можем. И есть кнопочка включить возможность изменения. Данная кнопка как раз таки позволяет нам решить тот вопрос, по которому мы сможем с вами обеспечить доработку текущей конфигурации. Поэтому мы нажимаем сами на включить возможность изменения. Система нам сообщает о том, что изменение режима придет к невозможности выполнить обновление конфигурации полностью автоматически. Действительно, у 1С есть такая поддержка. Обновление полностью, так называемое, в пакетном режиме. И при тех конфигурациях, у которых включена возможность изменения, данная возможность будет отсутствовать. Ну, если что, всегда можно сами восстановить, во-первых, на поддержку. Во-вторых, в рамках нашего курса нам не настолько проблематично, если конфигурация будет снята с поддержки. Точнее, включена возможность изменения. Поэтому здесь мы с вами нажимаем продолжить. Кто мне подскажет? Вот в текущем окошке, давайте посмотрите, что система предлагает, что выбрать и куда нажать. Кто как думает? Редактируется сохранением поддержки. То есть, вот так поставить. Объект редактируется сохранением вот здесь. Давайте вот так. Для объекта с правилом изменения разрешены. Что мы здесь будем ставить? Ну, вот я вот вижу, сообщаете, объект способщика редактируется сохранением поддержки. Все согласны, что нужно выбрать данный пункт. А давайте мы с вами подумаем, к чему приведет. Вот, нажмем с вами вот так, на объект пусточка редактируется сохранением поддержки. Как вы думаете, что произойдет в системе? С объектами, у которых правила изменения разрешены. Да, мы, конечно же, сможем, извините, Максим, я с вами согласен, но у нас данный вариант применится к абсолютно другим объектам конфигурации, которые мы с вами трогать не хотели. Правильно? Ну, условно, там, виды цены, номенклатура. А нам это с вами зачем? Мы же с вами знаем и решаем конкретную локальную задачу, что хотим изменить только справочные контрагенты. На самом деле, часто вот программисты, да, которые занимаются, ну, можем же выбрать конкретный объект для изменения. Вот, если вы сейчас вот так включите, то для объекта с правилами изменения разрешены, да, система возьмет и у них, ну, давайте, смотрите, нажимаем объект пусточка редактируется сохранение поддержки, нажимаем ОК. Дальше нажимаем, сейчас изменение режима, смотрите, что произошло. И теперь представьте, вы, возвращаемся на предыдущий шаг, пришли в организацию, да, и вам, собственно, говорят провести там аудит, вы заходите, хватаете за угол, говорите, что же произошло? Вот, нет, я понимаю, что там нет изменений, но вы у всех объектов включили возможность изменения. Конечно, он увидит, но на первом, помните, мы с вами говорили, что есть два шага. Так сказать, первичный аудит, да, такой быстро на пять минут заглянул, заглянул одним глазком в конфигуратор, увидел и такой заказчик говорит, ооо, у вас тут, ребята, смотрите, сколько всего. Тут работы лет на десять, чтобы со всем этим разобраться. Ну, я условно, конечно, утрирую, но, тем не менее, мы с вами сделали не совсем корректно. Я сейчас покажу другой вариант, он более правильный. Мы сейчас включили возможность изменения у всех объектов. Ну, во-первых, смотрите, да, понятно, что второй, если это опытный программист, он, конечно, может через сравнение объединения, да, вот так, поддержка, настройка поддержки, сравнить, объединить, да, сейчас конфигурация выполнена, сравнение объединения, вот. Отличий никаких нету, он здесь все увидит. Но у программиста же может возникнуть вопрос, собственно, а зачем вот это все сняли? Ну, а если сняли, то я и здесь добавлю сейчас, и здесь добавлю, здесь, да что угодно буду добавлять. Конечно же, это не совсем, может быть, правильно с точки зрения, значит, такого системного подхода к изменениям. Я все-таки, знаете, в своей практике, программисты со мной, которые работают, я всегда им говорю, мы меняем только то, что нам нужно. Ну, это условно, да, мы же, когда делаем какую-то операцию, нам же не делают все сразу, да, а решают конкретную проблему. Хотя, может быть, это не всегда правильно, потому что проблема может быть более глобальной, но, тем не менее, здесь вот тоже такой пример. Смотрите, я вам покажу, как делать правильно и делать это аккуратно. Итак, сейчас я еще один раз создам конфигурацию. Клиент PIDO. Запущу ее. Смотрите, как теперь мы с вами поступим. Мы сделаем вот так. Нам нужно доработать справочный контрагент. Согласен, здесь спорить не будем. Идем в конфигурация, поддержка, настройки поддержка, включить возможность изменения. Нажимаем продолжить. И здесь оставляем вот так. Везде объект поставщика не редактируется. Объект поставщика не редактируется. Нажимаем ОК. У нас убралась кнопочка. Но, посмотрите, у нас сейчас наше дерево конфигурации и все остальные объекты полностью находятся на поддержке. Но мы включили возможность ее изменения. Да, у нас звездочка. Кто мне вспомнит, что такое звездочка? Вот здесь, для чего, что мне показывать. Ну, вот изменено, не совсем правильный ответ. Он не полностью отвечает. Изменен и не сохранен. Отлично. Апсенка опять. Все правильно. Изменено и не сохранено. А вот если мы сейчас с вами сохраним. Вот идет сохранение конфигурации. Вот знак. У нас восклицательный знак. А восклицательный знак о чем говорит? О. 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 Изменено, но не обновлено. Да, условно. То есть конфигурация баз данных у нас не обновлена. Вот эту кнопочку не выполнили. Обновить конфигурацию баз данных. Есть такое. Давай сейчас запустим обновление. О. О. Так, мы все-таки не решили вопрос по поводу контрагентов. Вот здесь контрагента. Мы хотим добавить реквизит. Реквизит никак добавить не можем. Хорошо. Идем с вами в поддержку. Настройка поддержки. Если посмотреть здесь и развернуть каждый объект, то мы можем увидеть, что в принципе напротив каждого объекта, как и у дерева конфигурации, также есть настройка правил поставщика. Вот они вот здесь. Редактируется. Не редактируется. Объект не рекомендуется редактировать. А вот правила пользователя. Объект не редактируется. Объект редактируется. Охранение поддержки. Объект снят с поддержки. Поэтому мы можем сейчас найти справочник контрагента и включить здесь возможность. Объект поставщика редактируется с охранением поддержки. Причем, если мы хотим, чтобы данное правило наследовалось для подчиненных объектов, мы вот эту галочку ставим. Но я ее тоже не рекомендую. Я всегда ставлю точно. Понятно, что это дольше, но тем не менее, лишнее ничего не изменю. Нажимаю ОК. Редактируется с сохранением поддержки. Дерево конфигурации, обратите внимание, у меня сейчас стоит на поддержке. Я нажимаю кнопочку закрыть. Обновляем конфигурацию. Конфигурация обновилась. Новый справочник я добавить не могу. То есть ничего изменить и добавить в нашу конфигурацию я не могу. Но у справочника контрагента у меня появилась кнопочка добавить. Подчиненным по отношению к справочнику реквизиты, табличные части, формы и так далее. То есть его другие элементы. Владельцы не трогают, а вот именно элементы, которые связаны с ним. Итак, мы с вами выполнили первую нашу задачу. Мы включили возможность изменения. Обновили конфигурацию. Теперь давайте добавим сюда новый реквизит. Назовем его наш реквизит. Пусть будет строка 10. Нам он не принципиально, как сейчас будет называться. Обновлю конфигурацию. Запускаю поиски режим. Сейчас немножко подождать нужно. Ну и вот у нас запустилась конфигурация. Идем с вами в справочники. Контрагенты. Откроем нашу какую-нибудь техническую контрагента. Кто мне подскажет, а почему я не вижу нашего реквизита? На форму не вынесли. Так. Абсолютно верно. Давайте завершу здесь работу. Перейду на форму элемента и вижу. Форма-то тоже у меня. Объект поставщика не редактируется. Если я попытаюсь сейчас открыть форму. Найду здесь наш реквизит. Перенесу его сюда. Система не разрешит. Ну, сейчас мы с вами вернемся к тому моменту, что мы включим возможность изменения формы. А пока немножко такой практической теории, которую хочу дать вам как рекомендацию по доработке типовой конфигурации. Вот так, конечно, не совсем правильно делать доработку. Я сейчас зашел в конфигурацию, добавил новый реквизит. И, собственно, как потом понять, что я его добавил? А вот Татьяна в самом начале дала очень хорошую мысль по поводу фильтров. Нам только нужно придумать, как ее адаптировать. Мы же не можем фильтр добавить такую возможность, а забрать доработанное. Но мы можем попытаться как-нибудь придумать, чтобы этот фильтр работал по подсистему. Но давайте, во-первых, сделаем первый шаг. Я вам его подскажу. Конечно, это вообще правило любой организации. При добавлении новых объектов есть такое понятие, как префик. Запоминайте, что это правильный стиль доработки. Это правильная методика доработки. И методика от самой компании Тинет. Это значит, что при добавлении новых объектов мы с вами поддерживаем определенный префикс. Предположим, у меня ГДД, Гусев Дмитрий. Условно, кто-то, предположим, работает в Сбербанке, Сберу, Нижний Почерный, Газпром и так далее. Это нужно, во-первых, для чего? Сейчас я вам это покажу. Смотрите. Имя, конечно же, можно, собственно, оставить правильное. Но, когда мы с вами добавили префикс, у нас появляется следующая возможность. Хоп. И теперь мы спокойно можем найти абсолютно любые те объекты, которые добавили мы. То есть, соответственно, когда вы начинаете доработку типовой конфигурации с кем-то, со своим коллегой, вы можете договориться, слушай, а давай все, предположим, реквизиты помечать каким-то определенным префиксом. И тогда мы всегда можем понять, кто чего доработал и так далее. А вот вопрос, кто чего доработал, вы, в принципе, можете ответить. Вот он префикс, понятно. А вот поле комментарий вы можете придумать, предположим, для фиксации номера задачи. Ну, безусловно, сейчас компании к этому часто приходят, что задачи фиксируются, так называемые, там, Jira, Backtracking, Kanban, доска. Ну, каждый по-своему можете это называть. И поэтому здесь можно внести номер задачи, предположим, номер 563 от 13.09.2021. Обновим конфигурацию. Во-первых, у нас появляется возможность теперь искать, сейчас он сделает, по номеру нашей задачи, да, либо, давайте сейчас проэкспериментируем с вами, по дате его добавления, тоже очень удобно. Второй момент, да, когда мы с вами работаем, давайте сейчас попробуем следующий. Но это, конечно же, не касается реквизитов, а касается справочной информации. Мы с вами еще придумаем свою подсистему, в которую будем помещать все наши новые объекты, либо справочники. Давайте, опять, добьемся, чтобы у нас все-таки реквизит сейчас отобразился на форме. Мы идем с вами в конфигурация, поддержка, настройка поддержки. Находим с вами наш справочник контрагенты, здесь клавиатура нам помогает. Находим форму, форму элемента и видим, что она не редактируется. Включаем возможность редактирования данной формы. Можем открыть справочник контрагенты, открыть форму, форму элемента. Найдем наш реквизит, вытащим его на форму. Обновим конфигурацию и запускаем вводительский режим. Вот он наш реквизит, добавлен. Вопросы? Вопросов нет. Хорошо, идем сами дальше. Ну, предположим, решим следующую задачу. Нам нужно добавить новый реквизит, который будет иметь тип какой-то справочник. Ну, предположим, что у нас будет справочник, там, некие ячейки хранения, в которых мы будем фиксировать информацию, да, по нашей номенкатуре, в какой ячейке она у нас находится. Давайте, во-первых, посмотрим, есть ли у нас справочник. Номенклатур. Справочник есть. Хорошо. Попытаемся добавить новый справочник. Он у нас, добавить его нельзя, потому что система говорит, что включена возможность сейчас только у справочника контрагента, а у дерева конфигурация не редактируется. Идем, конфигурация, поддержка, настройки поддержки. Давайте включим у дерева. Вот видите, если сейчас поставить уснуть для подчиненных объектов, он также попытается у всех подчиненных снять. Нам это не надо. Мы скажем, что дерево мы также разрешаем изменять, то есть сохраняем поддержку. Добавляем с вами новый справочник. Назовем его ячейки хранения. Это будет у нас справочник. Ячейки хранения. И вот тут есть второе правило, которое тоже вам рекомендую использовать в рамках доработки типовой конфигурации. Что любые новые объекты, вне зависимости, к какой подсистеме они относятся, рекомендуется добавлять свою отдельную подсистему. То есть мы можем с вами создать новую подсистему. Я ее обычно называю новые объекты. Создаем с вами новую подсистему. Новые объекты. И к ней мы можем отнести наш справочник. С новой объектом. И вот теперь, да, то, что говорил Татьяна, у нас появляется с вами следующая возможность. Давайте я сейчас обновлю конфигурацию. Если мы сейчас сделаем отбор по подсистеме, то можем увидеть, какие объекты были добавлены. То есть, вот используя данное правило, вы тоже можете на уровне фильтров спокойно найти нужный вам объект. Вопросы? Давайте попробую. Здесь, если посмотреть у справочника контрагента, с которой мы с вами сейчас работали. Контрагенты, реквизиты. У реквизита есть, да, наша кнопочка дополнительная, но вся ситуация заключается в том, что когда мы с вами смотрим состав контрагента, мы можем включить только сам справочник. А реквизит, который добавили, мы его, к сожалению, отдельно вынести в систему не можем. Но я здесь могу сделать следующее. Это опять же все из моей практики. Мы можем добавить еще одну подсистему, назвать ее не новые объекты, а измененные. И в нее включить наш справочник контрагента. Все. Теперь у нас с вами есть отдельная подсистема, которая хранит себе информацию о новых объектах и отдельная подсистема, которая хранит информацию об измененных. То есть мы с вами довольно-таки грамотно и с точки зрения масштабируемости и прослеживаемости сделали доработку нашей конфигурации. Давайте пойдем дальше. Решим с вами следующую задачу. Ну, как мы с вами видим, у нас справочники контрагента, когда мы с вами его дорабатывали, мы прям брали и на форму элемента выносили реквизит. Но можно предусмотреть и отобразить на форме программно реквизит. Вот что я, собственно, как раз-таки хотел показать в нашем текущем курсе. Давайте это сделаем на примере справочника номенклатура. Мы можем сами сейчас. Вот у нас есть справочник номенклатура. Давайте создадим у него форму элемента. Зачем не создадим, а включим возможность изменения. настройка поддержки, справочник, номенклатура, форма элемента, включаем возможность изменения. Готово. Теперь на форме элемента у нашей справочника номенклатуры мы можем с вами программно создать и разместить реквизит формы. не реквизит объекта, а реквизит формы. Так вы думаете, в какой процедуре это лучше делать? Если посмотреть на наши процедуры, события, есть при создании на сервере и при открытии. Разница заключается в том, что одна выполняется на сервере при создании, у меня директива компиляции на сервере. Вторая директива компиляции на клиенте. Нам, конечно, лучше идти в серверную процедуру, мы будем с вами работать с объектом. Ну и давайте я вам покажу пример программного кода, который позволит создать во-первых реквизит и отобразить его на форме. Во-первых, вот когда мы с вами ведем доработку, мы можем с вами эту доработку помечать в некоторой области. область и давайте я назову ее вот так, как и наш префикс gd доработка формы. Доработка формы. Здесь делаю конец области и вот у меня вот тут так и процедура и функция появилась вот такая возможность сворачивать и быстро находить свой программный код. Тут можно ставить потом какой-то комментарий. Итак, начнем с следующим. Создаем новую переменную добавляемые реквизиты. Добавляемые реквизиты. это будет массив, в котором мы будем размещать наши реквизиты. Указываем, что это новый массив. Давайте будем вот так помечать. Я буду здесь указывать. Создаем новый массив. реквизит. Следующий шаг. Создаем новый реквизит. Новый реквизит равно. Используем конструкцию новый. Указываем реквизит формы. Теперь нам нужно указать имя нашего реквизита. Назовем его так. Ага. Да, спасибо. Добавляем реквизиты. Новый реквизит. Все. Так. Здесь у нас наш реквизит. первый параметр. Второй. Мы должны с вами указать тип. А тип мы будем с вами определять следующим образом. Новый. Описание типов. И здесь у нас есть несколько описаний. Указан исходное описание, добавляемые типы, вычитаемые типы, квалификации и так далее. У нас с вами строка, поэтому сами укажем. Строка. Путь пропускаем. Заголовок пропускаем. или можем пока указать пустую. Сохраняемые данные укажем истину. Будем сохранять данные реквизиты. Создали новый реквизит. создали новый реквизит. Теперь надо добавить данный реквизит в наш массив. Кто как думает, как можно написать вот сейчас новый реквизит добавит наш массив. Какой метод будем использовать? ну вставить там немножко синтакс из другой. То есть если мы с вами обращаемся к нашему массиву добавляем реквизит у него действительно есть метод вставить. Здесь нужно указывать индекс и значение. Я думаю, что здесь можно использовать метод добавить он более простой здесь сразу указываем значение вставить куда а добавить просто в конец. Понятно в чем их отличие? И здесь указываем наш новый реквизит. Здесь мы можем написать прокомментировать наш программный код что здесь добавляем в массив. Следующий шаг есть такая функция как изменить реквизиты изменить реквизиты и мы указываем такие реквизиты мы хотим изменить. Давайте напомню Ctrl F1 синтаксис помощника изменить реквизиты указываются добавляемые реквизиты и удаляемые реквизиты. Первые добавляемые реквизиты в виде массива массив содержащий объект типа реквизит формы вот у нас реквизит формы мы с вами все абсолютно правильно выполнили. Добавлять можно реквизиты верхнего уровня и вложенные реквизиты являющиеся колонками. Добавлением реквизитов верхнего уровня из модуля можно обращаться только с помощью конструкции этот объект имя реквизита. Удаляемые реквизиты тип массив массив содержащий строки описающий путь удаляем реквизитом. Удалять можно только ранее программно вот здесь подчеркиваю программно добавленные реквизиты. Ну и описание метода изменяет структуру реквизитов формы сначала выполняется удаление реквизитов таким образом массивы добавляемых и удаляемых реквизитов могут содержать реквизит с одинаковым путем. Внимание действие добавления и удаления выполняется за один вызов то есть асинхронный вызов. Следует учитывать что операция изменения состава реквизитов является ресурсоемкой поэтому операция изменения состава реквизитов формы выполняется в пакетном образе. Вот ее доступность и описание изменено версии 8.3.16 Вы можете самостоятельно посмотреть какие изменения с 8.3.16 изменились. У нас платформа последняя 8.3.19 просто по отношению к 8.2 они были видоизменены. Следующий шаг реквизит мы с вами добавили нам нужно будет его вывести на форму создадим с вами новый элемент формы вот помните когда мы переносили слева направо вот здесь брали и перетаскивали вот это мы сейчас с вами делаем программно как будто берем и перетаскиваем элемент формы равно элементы нет он будет отобрать он в дереве не отобразится в конфигураторе этот реквизит будет у нас добавляться и появляться только в польском режиме а так какой смысл то есть здесь мы это делаем с точки зрения обновления наша тема сегодня какая доработка типовой конфигурации вот и мы рассматриваем как вариант как можно реквизит вот сейчас рассмотрели что какое обновление как выполняется обновление а теперь у нас возникает вопрос а как вообще минимизировать потому что форму мы отследить не можем изменения вот а вот таким образом мы можем сократить процедуру и все рисовать форму программно элементы используем метод добавить тут нам нужно указать как называется наш реквизит далее нам нужно указать его тип элемента полиформа и указом родитель куда эта форма следующий шаг нам нужно указать путь данным новый реквизит новый элемент формы точка путь к данным то есть где будут храниться наши данные что это за путь к данным а вспомните у нас всегда у любого элемента вот здесь свойства вот он вид который мы установили а вот путь к данным и здесь мы можем написать что путь к данным так как это реквизит будет называться у нас наш реквизит а мы можем в модуле этой формы создать реквизит в другой форме я думаю что более правильно создать общий модуль да и в общий модуль этой формы прорисовывать вот то есть зачем нам в модуле форма справочника номенклатуры предположим сделать изменить модуль изменить форму справочника трагента я так понял ваш вопрос правильно вот я думаю что смотрите это делается по-другому создается общий модуль да в котором вы передаете форму и объект дальше в этом общем делаете проверку а эта форма это имеется ввиду вот эта форма вот эта форма вот она эта форма на самом деле сюда можно передать любую форму да никакой проблемы нет просто данные рисуются на другой форме если мы используем предположим вызовы модально наш реквизит далее новый элемент формы можем установить с вами заголовок тоже назовем его статус далее нам нужно указать вид данного элемента поэтому указаем новый элемент формы точка вид и обращаемся к системному перечислению вид поле формы поле ввода нужно предусмотреть возможность очистки данного поля поэтому можем написать что новый элемент точка кнопка кнопка новая элемент формы кнопка очистки равно истина давайте сейчас выровня запускаем поиски режим так это у меня контрагенты это номенклатура вот появился у меня поле статус причем я его добавил без изменения конфигуратор и все сделал программно в работе вот кнопка очистки вопросы давайте открою программный код но при таком когда вы создаете программно да еще может потребуется следующее все мы помним сами что есть такой как обработчик события да то есть те действия которые вызываются пользователем при изменении предположим видите вида номенклатуры а как же здесь установить обработчик событий делается очень просто есть такая команда установить действие мы с вами указываем новый элемент формы установить действие указываем имя нашего события при изменении и указываем процедуру которая будет выполняться я назвал при изменении реквизитом далее давайте создадим еще одно новый элемент формы установить действие действие у нас будет очистка и так же наименование самой процедуры обработчик события это скажем изменить кюрины ну теперь давайте добавим сами наши обработчики события которые будут у нас вызываться идем в самый низ опять же в принципе можно добавить свою область чтобы у нас с вами так же красиво мы сами знали где мы что добавили вот как видите здесь область служебной процедуры функций мы можем с вами также добавить свою область назвать ее чтобы мы знали что эту область добавим добавим область изменения реквизитов или область событий и здесь создаем наши процедуры первая процедура которая будет у нас выполняться с директивы на клиенте процедура конец процедуры вот тут самое главное не перепутайте нужно указать то наименование которое мы указали вот здесь при изменении реквизита ну давайте выведем сообщение равно новый сообщение пользователю далее сообщим текст а текст сообщим вот так смотрите мы напишем обратимся к этой форме и выберем элемент данной формы точка имя далее используем сообщение сообщить система говорит перемены не определен элемент как вы думаете что нужно сделать такие есть мысля но вот здесь не хватает наименования нашей переменной обращения к нашим элементам вот таким образом вот теперь у нас все правильно выполняется так это мы сделали с вами при изменении давайте также создадим процедуру на клиенте конец процедуры обратимся с вами очистки реквизитов будем использовать здесь во-первых первую переменную элемент и еще будем использовать стандартная обработка вот так эти процедуры у нас будут экспортные и в очистке мы с вами также напишем следующий программный код стандартная обработка ложь наш реквизит который мы с вами добавили программ вот отсюда можно его если не ошибиться ну естественно я мог его написать элемент да один мы же один элемент добавили наш реквизит очищаем у него значение далее контрол-ку вот про это наверное имеете ввиду вот так вот так вот контрол-ку ну я не стараюсь обычно подбирать потому что мне не всегда нужно то что в шаблонах указано поэтому я пишу свое сокращенный вариант текст давайте укажем и сообщим пользователю что мы очистили реквизит реквизит очищен и выдадим данное сообщение стандартную обработку она выполняется для того чтобы сбросить значение так который вот на стандартная обработка когда вот правая кнопка мыши видите вот это это стандартная обработка если я хочу ее очистить да чтобы выполнялись не те кнопки эти действия которые были заложены в свойствах вот именно для этого я устанавливаю стандартную обработку ложь у меня есть курс по управляемым формам я вот там подробно вот эти все свойства пробегаю да вот поэтому коротко стандартная обработка позволяет мне не выполнять стандартные действия то что указан свойствах здесь данном примере до проверяем сообщили очистили вот такой небольшой пример на который мы с вами рассмотрели обновление изменения и правила доработки нашей конфигурации но немножко забегая вперед до пока у вас есть какие вопросы вы пишите конечно можно воспользоваться еще одним средством доработки такой как расширение конфигурации до максим на ваш вопрос это дело через связи параметра выбора да то есть на самом деле есть несколько вариантов да я как минимум три могу назвать связь параметра выбора отбор через динамический список отбор через фильтр динамического списка либо сразу запроса то есть можно сделать как фантазия да то есть как фантазия даже чтобы сделать отбор по конкретному услуге есть еще механизм расширений до который предположим видите позволяет сделать следующее мы можем сами задать расширение в этом расширении до предположим перехватить какой-нибудь справочник вида типа валюты добавить его к нашему расширению здесь у него перехватить наш справочник формы форму элемента добавить в расширение и здесь у форму элемента можем добавить реквизит наш реквизит вытащить его на форму обновиться запустить конфигурацию проверим где у нас валюты они у нас скрытых по системе мы тогда и откроем через функции для технического специалиста вот мы добавили объект через расширение то что татья написала расширение тоже можно использовать вот конечно же понятно нас с вами абсолютно сейчас не стояла задача полностью пройти курс по программированию это был небольшой семинар с таким тестовым кейсом от меня как можно было дорабатывать конфигурацию как можно было добавлять есть разные варианты напомню давайте подведем итог что у нас получилось что мы сами узнали во первых мы посмотрели как обновляется как ищутся типовые конфигурации во вторых мы посмотрели как изменить и посмотреть объем доработанной конфигурации как добавляют новые реквизиты в уже существующую конфигурацию и как можно шли доработку либо через программный код либо вот как через расширение такой простой вариант там естественно все это более более сложные задачи задача со звездочками да вот как свою форму выбора предположим открыть да по нужной вам номенклатуре это все проходится на отдельных есть специализированные курсы по работе с управляемой форме да вот я там рассказываю как раз таки вот максиму то что пишите я это отдельно курс по управляемых формах мы пробегаем и рассматриваем там принципе ничего сложного я покажу несколько примеров как это можно сделать и есть линейка основная курсов по разработке программирования такие есть вопросы по нашему текущему семинару ну напомню да и такая рекомендация старайтесь дорабатывать конфигурации аккуратно чтобы любой за вами всегда можно сказать действительно здесь работал хороший программист который аккуратно зарабатывал и не надо здесь ничего ломать вот поэтому желаю вам всем удачи в изучении курсов по 1с если есть желание всегда буду рад на своих курсах курсов довольно таки много по администрированию программированию веб-сервисом до конвертация данных управляемой формы компоновка данных все что угодно для того чтобы вы могли свои скиллы по хардам да по техническим навыкам поднять и повысить свою квалификацию в области 1с вам всем спасибо большое вот желаю вам хорошие вечера хорошей продуктивной недели все доброго до свидания а и и Продолжение следует...